Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на лектории «Моск в Эдфроках», посвященном Эдмиронному Воску. Сегодня наша уже шестая по счету лекция. Осталось две. И в предыдущие дни, в предыдущей нашей встрече мы с увлечением, с разными специалистами обсуждали аспекты, так или иначе касающиеся эпохи, в которой жил Эдмирон Воск, его творчества, стили, с которым он связан. В частности, в прошлый раз мы вместе с Алексеем Копиным, с архитектором, говорили о своей образе великого, величайшего стиля котика, но больше в его архитектурном смысле. И больше, конечно, с точки зрения непосредственно Алексея Копина. А сегодня профессор высшей школы экономики, историк, историк искусств Олег Воскобойников представит нам свой взгляд на традиции иконографии средневековья. Мне, как мотивист, очень интересно послушать Олега и, с другой стороны, послушать его прекрасные снимки, которые, я думаю, сегодня тоже нам покажут. Добрый вечер, Олег. Привет. Спасибо всем, что пришли. Посмотрите на русский, в честь, мне нравится. Вообще, читать лензию Вольт-Бэй всегда такая немножко подстава выражается на языке московской интеллигенции, потому что, как ни придешь, все художники выбирают такого, что как-то сразу чувствуешь себя таким маленьким, маленьким. Такая у меня преамбула уже второй раз, в прошлый раз был Лутиланджево, который тоже носил в машине. Где Микюандзево, где ты. То есть, где Босх, где я. Очень трудно, конечно, говорить о таких чудах, которые, именем которого можно назвать знанияков, уважениями. Не цивилизацией, может быть, но все равно нечто очень большое. Во всяком случае, Босх, это один из тех пяти, наверное, на сети великих художников, мастеров, с которыми связывали понятие северного элипсанса, северного возрождение. И, например, мне кажется, человек, в моем случае, существует не только в этом сознании, в своей деятельности, как вы, наверное, видите, здесь, знаете, такие и сами, знаете, наверное, пронизанное, идет в искание. Вместе с вами я и хотел бы в Минситуте на 45 отправиться в партболе Кройск, его собственные таинственные души или душевые эпохи в диалоге с настоящим для его времени, с 15-м веком, и на 15-м веком, и на 15-м веком, более ранним. Но так или иначе, мы останемся в рамках готической эпохи, то есть, в 13-м, в 14-м части 15-м веках. Вы, наверное, знаете, могли здесь прочесть, что героиня Бо, героиня Бо, героиня Бос, был членом небольшого, очень приятного религиозного ордена, в общине, считавшей Диму Марию, и радовавшей за исправление этого мира, лишь бы все, за внутреннее перерождение своих членов, за такую аскезу миру если угодно. В эту общину входил и какой-то великий современник Иеронима, он во многом человеком похожий, Эразим Артардамский, переживший Босха, и бывший кинославиком Европы, монист, писатель, очень много написавшего как Босх, и как Босх очень популярный человек. Были там люди и дружеского происхождения, йоркерского, точнее, были знатные люди, так или иначе принято в истории искусства, в истории культуры много исполковывать, загадки после исполковывать, но очень ясно это прекрасно. Значит, мы должны себе представить, что 14-15 века в истории севера это время таких активных религиозных исканий и поисков правды и все угодно, святой придумал нового Евангелия, нового Священного Писания или новое докладе, скорее стараясь найти правду в жизни, в тех простых заповках, которые оставил спаситель, и живописцы не могли ответить на эти искания. И в картинах воскро всегда, как мне кажется, лишь бы это все знают, но после того, что я видел, не прошу, всегда можно отец голос к этим исканиям. Например, таким типичным проявлением этих исканий был своеобразный путь смерти в душах людей. Конечно, во многом связано с трагедией черной смерти, все-таки мечтают четырестого века. Но вовсе не только с ней. Вот перед нами, например, такая небольшая картина, она сейчас, конечно, когда-то часть Климтиха, я так полагаю, сейчас она находится в Шриктоне. С датировками вообще все очень сложно. Как только загляните, в справочнике, по посту, там, как говорится, чертно, сломит. Во-первых, две трети картин, то ли пост, то ли у учеников при вообще коммунику отношениями, и во-вторых, совершенно непонятно, как это хочется датировать. Даже в подпись, они написаны в собственной квартире, и у нас никуда не купляют. Вот перед нами такой странный формат, и когда вы видите, какой странный формат, вы должны догадаться, что это доска, которая была частью такого священного алтарного скорее всего образа, которому, конечно, молились. Представляете, молиться смерти для нас на одной стране, правда? Человек приспорит. В художестве, анализировав эту позицию, мы видим, что это, на самом деле, археизирующий данный, стоящий классифарный момент, когда он вступает в диалог с великими предшественниками, возможно, с Эгремианом моментом, где мы можем описывать его знаменитым Миламо-Туринский число 100 лет, а он из великих его субъявлений. Мы видим, что сцена Рождества и Ая, Трестителя, построена абсолютно так же, как и здесь, сцена, наоборот, смерть, но сюжет абсолютно другой. Мы видим, что вымирает зряга, этот же зряга изображен здесь, когда он собирает деньги, вот его смерть сожидает, она в него цельца, как вы видите, я не знаю, не знаю, он может цельца, и распятие, но при этом распятие очень маленькое и незаметное, как-то странно, а почему такое маленькое? Мы взяли, как-то посерьезнее, и ангелов, сколько тут не видим, мы видим только всякую нечисть, нежисть, вот у него хвост, вот она здесь уже, вот у него всякая, вот здесь, а почему так? Потому что он спрятан, но нет у него надежды, поэтому поздно, так говорится, молиться, и поэтому и сам, вот нет, ну ангел один, конечно, не лестник, идет борьба о своего душу, и ангел бросил креста, но как-то не два и два, заметил он, то есть души надежды очень слабы, потому что душа человеческой в теле тоже очень слабая, господь об этом знает, он начитан, не любил собственное, собственное искание, но и литература, на которую он поперится, она тоже такова, вот здесь, например, мы видим гравюру на меди, на таре, одного из великих христиов, которые работали на поколение раньше, боссов, который делает гравюры для такого специального сочинения искусства смерти, как его искусство любви о меди, это очень так же в начале 15 века некий доминеканец писал арспориенте, то есть искусство как умирать, потому что для основания христилина важно не только как ты живешь, но и как ты умираешь, во всяком случае в брусе святых очень важно именно как умер святой, и многие люди, прожив в общем-то это и сейчас такое, прожив жизнь без Бога, на свете матрия они обращаются к Богу и молятся Ему, пытаются молиться грехи, это совершенно нормально, но боссах всегда предостерегают, ты можешь, конечно, молиться, но что из этого получится, неизвестно, боссах богословствует в своих картинах, более того, мне кажется, что каждая его картина имеет своеобразное богословие, иногда более ученые как-то, в художественном богословии, иногда менее ученые, но одна из ученых таких картинок представлена на выставке «Смерть и грехов», но при этом, как бы сказать, он, конечно, знаком со средней эпохой иконографией, да, и средней эпохой мы господствуем на тему «Смерть и грехов», здесь можно видеть такую рукопись из французской библиотеки, которая еще не была, такая вот более большая, тонкая рукопись, с пары десятков треницей, таких страниц, где все добродетели, видите, дерево цветет, и все грехи, то есть, грехи и пороки дерева естественно, увядают, да, они расписаны на развороте, вы открываете книгу, ну, я открывал, открываешь, а там вот такое теперь, ты убираешь, это страница или это страница, да, у Госпора такого, конечно, нет, у него, как бы, художественный вывод, да, у него в середине, здесь вот вы можете видеть, такая странная штука, как двух глаз, и в середине двух глаз Христос, Христос этим оси, то есть, второго першествия превоспейший Христос, который показывает свою рану, да, за которую, ну, как в этой раны скупает эти наши смертные грехи, но это не убеждает, потому что напись гласит kave, kave, deus vidit, vidit, да, idet, это написание deus videt, берегись, берегись, бог видит, да, он действительно смотрит на нас, и дальше эти грехи рассказывается другим, поскольку я не буду сейчас примитировать все эти грехи, но так и иначе видите, что для русска важно эти грехи проигустрируются реальными сценами жизни, в этом он уже не средневековый, а ренессансный хрон, хотя и говорит нам с вами на языке средневекового морали, именно поэтому, как мне кажется, весь 15-й век следует включать в средневековье, несмотря на то, что и в Италии, во многом на севере мы очевидно видим совершенно новую культуру, новых рождений, да, но русска, он где-то, он в чём-то, в чём-то, в чём-то, наоборот, ренессансия. Я вам сказал, что все сюжеты выжилились так или иначе связаны с Библией, с христианской религией, и внутри этого самого библейского текста, внутри библейской религии каждая эпоха выбирает своё, создает свои эмоциональные эмоции, акценты, точнее, эмоциональные акции, в зависимости от того, как культура эпохи, не знаю, среда переживает свое отношение с божеством. В XII веке, в особенности в таком разгалённом религиозном климате северной Европы, это Рейн, Шейн, Ньюкс, Северная Франция, то есть те земли, ну и, конечно, Германия, фактически вся, то есть те земли, которые были отбачены информацией в христианских движений в XVI веке, это очень как бы такая ищущая среда. И когда они читают Евангелие, они, прежде всего, обращают внимание на страдание Христа, на страстной цикл, потому что фонография христианская называется страстной цикл. Но этот страстной цикл имеет тенденцию расширяться до многочисленных подробностей. И, конечно, одним из центральных моментов в страстной цикле, в общем, он не даже благовещенную начинает, потому что он еще раз не родился, а уже как бы мы заключили, что мы знаем, как бы его купить. Но и вея кручесть, или тым долгов, внесение Христа, это один из таких моментов, который особенно занимал обыск, и он его пишет не раз. В разных таких специфических жанрах, если угодно, или изводах, так сказать, экономографа. Вот здесь венского внесения, как его называют венского, там же детский музей, мы видим толпу людей, и все эти люди как-то реагируют на события, при этом мы видим, что люди в основном изображены иногда почти гротескно, но, во всяком случае, комично, как-то так, с изделкой, с сарказмом, они всегда не обращены внимание на то, что происходит, и, наоборот, издеваются над Христом, который взял, обратите внимание, в довольно странной обуви, да, в гвозди, на пятки, чтобы ему было очень сильно больно, да, не просто тяжело вести очень странную форму креста. Представьте теперь, что это вообще не картина, на Алтай, да, и на пыльчик нам полёбли, вот этой стороны, это мальчик Христос, очень редкий вообще в Северной, как мусорский мужчина, насколько я знаю, образ, да, надел младенец, в Парку Мари, какое дело, Христос, который учится ходить, вы видите, такие лакодонки детские, 15-го века, да, и у Него здесь, ну, не знаю, как у нас были, мне кажется, что это фига, игрушечные фига, что-то крутится, да, то есть он мальчишка такой, а он хочет ходить, он учится ходить, а когда мы переворачиваем, да, то перед нами открывается трагедия, и, когда мы говорим, что вот, ну, раздумывая над тем, почему у Косов такие линии странные есть, да, мы должны понимать, что для Него есть фигура Христа, абсолютно сама в себе, одинокая, да, вот, в резайме написано, да, и мы все, которые им не годились в подметки, да, никто не смеет прикоснуться к Христу, потому что мы все слишком испорчены, у Него очень сильное ощущение испорченности человечества, природы, да, но он, конечно, не одинок, да, как я вам сказал, он отражает свои буквы этих историй, один из таких характерных примеров, вот, и сложные эффекции на тему страстного цикла, это, конечно, и гравюры, в том числе мастерские, гравюры элементарные, одна из самых красивых гравюрх X века, в которой мы видим, что гравюр стал настоящим искусством, это, конечно, не сильные представления акциям Шонга, а в гравюрху современника, в поисках фамилии, у нас первый мастер, но все-таки мастер эготический, мы видим по, когда мы вырезаем фрагменты, да, это очень полезно для историка искусства, и для вообще любого человека, который хочет понять большое произведение, выделите глаз, ну, как вы как вы сфокусируетесь, да, что это, мы видим, что есть разные реакции на то, что здесь происходит, да, одни мы учили места, другие, где у Марии, или Мария Клиопова, или Ваталина, мы точно не знаем, идет над ней кто-то издевается, да, или с нами тоже издевается, ага, она чалывается, здесь масса каких-то людей, и в то же время, мы чувствуем здесь какую-то готическую избыточность, которой уже нету после, а несмотря на тушку, он вовсе не боится стопления лиц, да, казалось бы, он особенно, большие его картины смотришь, значит, его великие приптики, да, это сотни-сотни люди, все это тайкусинки, все перемешиваются со всеми молодежками, но все знают гостинских чужих, да, дуд, дуд, это, так сказать, ранее нового времени, если угодно, да, представьте себе, что это, по-моему, последний выпуск, который я видел в живьем, три года назад, 9 секунд, ну, чутки, да, вообще, представьте себе, что, может быть, не в музее, а должен стоять в храме, в какой-то частой копыре, очень непонятно вообще, на какой рассчитывал выпуск, да, он действительно не укладывается в какие рамки, даже Микеланджелу, как укладывается, знаете, когда я показывал статус, мы более-менее знаем, куда это планировалось, если там, да, и ты его, соответственно, можешь рассматривать в контексте, после рассматривать в контексте очень сложно, его много, вы с парней, вы знаете, там уже Газова, где его уважали, но у Газова, я думаю, что в себе будет уклад, да, поэтому, ну, что передосталось, наследство, как в бургонске-генском, просто он вообще родился в бургонске-генском, я считаю, потом уже пришел Испанию, ну, диваны такие, вот, что вы видите здесь, вы видите, что вот композиция Христа в бургонске-генском, это Андреевский крест, то есть, как бы вращается этот крест, там еще одна диагональность работает вот так, через лицо Святой Вероники, которое вот здесь сплата, все спасают рукотворы, и их креста повторяется в середине, он как бы зрительно вращается во внутреннем свету, в позиции, и переходит туда, дальше все лица скомпонована в основном такими тройками-четилками, да, луками, странные глупы, звездочок, ну, а вот здесь, как-то, кто-то с щитом, да, обратной стороной, нам щит, лавров, здесь какой-то, ну, в общем, мы можем подбирать, интегривить, продовольный долг, да, и важно тоже, обратить внимание, что восх иногда создает эти почти что-то буряки и ямысу, да, которые противопоставляют абсолютное добро абсолютному злу, да, вот эта вот дихотомия, то есть противопоставление антиномичность белого и черного добра и зла, тоже для него здесь очевидно, здесь вот тоже, можете видеть, как бы абсолютно отстраненный, не смотрящий на нас, не надеющийся ни на что спаситель, идущий все-таки в толпе на грехах змеев, да, и вот такие вот страшные физиакомии, откуда они взялись? вы хотите спросить? еще одна картинка, которая переписывается в мозгу, я вообще-то видел ее не один раз, она так спокойная, немножко с принципами, вообще там в мозг, в мозг, в мозг, который все-таки занимается наукой, да, вот, и вот, в мозг, конечно, эта картина, мира мозга, если угодно, да, окружение мира, который создал личный мозг, да, что мы здесь видим, что это своеобразная галерея физиономических типов, да, которая огибалась, опять же, независимо стоять от силы, от фигуры Христа, и противопоставляется прозрачный сосуд нет, это не прозрачный сосуд, это часть раннего оружия, вот этого персонажа, воина я вам календую очередь на лица, и в золотую чашу в золотую чашу вливают руки, в золотую чашу в золотое ожире блюда и вливают руки, в какой ожире, чем зажравшийся антипилак, как-то я уже не представляю мы знаем, что у него всегда валял голова, но очевидно, что мозг хочет показать несколько отрицательных реакций человечества на то, что Христос принес, он убирает трагические такие моменты, чтобы наши трагические моменты, ну, как возбудоражно, понимаете, он не изображает Вознесение Христа, он не изображает наборную пробовать, он также не изображает чудеса Христа, то, что, например, очень любил изображать в ранней христианской живописи, отчасти в Альбовской мире, да, то есть страдание Бога, это, ну, немножко странно для определенного типа сознания, да, Бог, он победитель, о чем он не мог, да, но вот это вот драматическое христианское созрание Вознесения Христа специфически выражается в таком искусстве. Вообще-то, мозг использует прием, который, не знаю, мы зачастую по кинематографу, да, о нем, если, по-моему, говорить еще, точнее, это будет говорить отдельно, да, но, скажем, известный фильм во многом строится на приеме используемым мозгом, который можно назвать blow up, то есть с крупным планом, да, это сильное увеличение, да, если представить себе, что у мозга есть камера, да, то он иногда использует широкий угол, да, широкий угольник, даже рыбий глаз, если угодно, иногда, наоборот, зуммировать, как делает эти гермы из-за такой большой широкий план, и потом приближается, потому что, чтобы увидеть, как трудно быть богом, это натурализм влези, понимаете, и вот, конечно, это совершенно анахронистическое такое при истории как-то, анахронистическое сопоставление, да, потому что, я понимаю, что герман выздоровался воском, герман отлично выздоровался гороскопом, как и Дарковский, Верман, да, так вот эти, ну, великие художники, режиссеры-художники, да, таких примеров можно привести довольно много, я просто схватил то, что герман в себе, где он живёт, ну, я думаю, что согласен, что это вполне средневековый лиц, вот, но иногда трудные планы, иногда, наоборот, широкий такой взгляд, главное, это, конечно, всё-таки желание художников всего позиона средневековья, в особенности 14-15 веков, божественную грану, да, трагедию, да, представить вот здесь и сейчас, да, эпоха как-то рождается в современный театр, и в современном смысле театра, конечно, ещё нет, да, на глобусе ещё век, но средневековая мистерия именно в 14-15 веках превращается в нечто постоянное, нечто каждодневное, да, да, и искусство этого времени, оно, как бы, вторит тому, тем сценам, которые люди действительно могли видеть на площади, если не прямо в церкви, хотя бы, или тоже в какой-то стиле театральное действие, ну, только очень в кавычках, да, для того, чтобы к евхаристии людей привлечь, для того, чтобы людей в гордой церкви, в том числе многочисленных церкви, да, церковь ведёт на то, чтобы превращать до глаза у верующих библейский рассказ в такую настоящую драму, да, и это искусство не только для народа, вот это очень важно причинуться, искусство восха во мне глубоко инстократична при всей такой виденной простоте его персонажа, да, точно так же и литература, которую мы так обычно приходим за городской какой-нибудь, там Фулео, вот эти все, какой-то Себастьян Брандт, Акран Мураков, который скорее всего читал восх, вот эти литературы переведённые ещё в северное время как на народные театры, на самом деле, как на искусство восха, такой же аристократический, как на искусство Банейко, братья Банейко, Франкирова, Андербейдами, Андербуз и так далее, да. Представьте себе, что это другое, если оно такое размет, вот такая, я её видел, ну и, в общем, всякие можете увидеть, если пересечёт банку, я думаю, приедет в музей Хвойс, то есть на севере Манхэттена, вот, это удивительно совершенно место такое в Америке, и вообще-то это самая большая мере коллекция средневекового искусства, некоторые ещё вот такую семью, да, представьте себе, что жив, и, соответственно, она вот такая, вот тоже сейчас примеряем, вот такое, то есть это самая Жанна Девре, она там, я не помню, жена французского короля, ну, это из эпохи королевских королевских читателей, вот, а надо, чтобы молиться, надо бы почитать, здесь не описано, почитанцы, числи Пресвятой Марии делают, да, то есть молитвы в честь Дева Марии, вот у нас Благовещение, да, вполне нормально, с соседями, но начало и конец истории высливаются прямо здесь у нас на глазах, это, понимаете, мы сделали вот такая вот, как бы стеклянная штука, и там такие вот ротиписи, каждая вообще абсолютно бесценна, слава богу, что это вообще сохранилось, это вообще врезание, то есть это вообще-то искусство, которое подражает структуре, такое очень высоколубое искусство, да, и в то же время оно сочетает в себе такие игривые, как бы, моменты, гротескные моменты с очень серьезным дискуссом, да, и вот это сочетание гротескость с серьезностью после, конечно, у нас в этом году афгатического Средневековья 14-13 веков, да, божественная драма, Иисус висит на кресте, Иисус на кресте можно изобразить тоже очень по-разному, да, иисус висит на кресте, иисус висит на кресте того, что именно страдания Христа приближаются к нам с помощью средств искусства. Если Восф был величайшим художником в севере своего времени, может быть, а не мыс, да, дюрли все-таки за ним, непосредственно, был величайшим скульптором, на севере был Николай Рейденский, это Рейден, Иисус в Адаринге, вот так, там он живет, да, а он создает такой вот рассказ, который, к сожалению, все-таки приятно, в Бадене светилось слишком видно, да, в Бадене-Баден играет, кто-то поедет смотреться на великое искусство, вот, я просто в Мире приезжал, вот, то есть там прикольно, конечно, ты в Туркейне, ты понимаешь, что все нормально, я ехал, вот, испугался, и сразу ездишь в Баден-Баден. Вот, и там на самом верху, куда не ступает, в Магаде-Баден туризма, значит, дает вот такой вот феноменальный, совершенно распятие, а то, в общем, мы нашли похожее, мы жили, потому что он гениально, и в то же время оно, ну, в чем-то сравним мыску, понимаете, ну, вот, весь это сбивает его, там, перезоним он, называется, поток, который прикрывает его страдающие, это самое, он не умер, он умирает, у нас на глазах, глаза приоткрыли, страдание, ну, легкое страдание, да, и чувствую, что, здесь приглядеть, шипы, толстые, эти шипы в палец в плащины входят, сквозь-квозь, да, не ломаясь, эти шипы, они внутри, в голове, мистики в того времени очень много рассуждают о том, как течет кровь от шипов по голове Христа, особенно женская мистика, любят эту тему, как вот, ну, сейчас будем сказать обмусоривать страдания, ну, страницы, страницы, разрушений на тему камень, пота и крови, которая смешивается все соленое на вкус, значит, модель контроля, как он как-то мучится, и вот так гвоздь входит, соединяя две ноги одновременно, понимаете, это для русского, а для атеинственной русской души вообще как-то слишком уши, ну, слишком, а? вот, вот, в русском, с мастероспиарсе, с двумя ногами, когда ждет и огни, и восток, и еще такими, вот, внизу столичники, чувствуешь что-то, на него в долине, когда я сейчас заплачу, потому что это, это действительно настолько самодельно, да, понимаешь, что он сейчас вот, упадет, все-таки, вот, понятно, если я смотрю немножко глазами медицинского, вот, было лет 10 назад, наверное, это действительно очень такое, искусство прочувствуемое, пробирает до костей, точно так же, как искусство посково, пробирает до костей, если опять же пробирает, это все, да, то ты чувствуешь, что перед тобой не человеческие лица какие-то маски, да, можно назвать их более, так, корректно, физиономическими штудиями, физиономическими типами, да, и тогда мы имеем право искать истоки этой самой специфической босковской физиономики, можно было бы поставить реально Леонард или Босков, Леонард бы тот же искал вот всякие физиономические типы, вы знаете, зарисовывал, отряд на улице, это все сохранилось в Атлантическом кодексе, все грязь листов отдельно, но у Леонард абсолютно другие задачи, понимаете, Босков тоже, скорее всего, уходит по улице и как-то приглядывается, но, конечно, очень острый взгляд на любого великого художника, для него эти типы нужны для того, чтобы опять же показать разницу между всегда одиноким, всегда спокойным Христом, который через эти создания проходит именно Богом, а не человеком, а в то же время но Бог все-таки повторяя еще на свою простую готовность к простой мусору, что он сын своей эпохи, и это эпоха готическая, и в готическом мире мы находим в черно-белых фотографиях, потому что эти вещи у нас можно снять без лесов фотографии в рельс мы создали сохранилось около 120 таких масок в очень странных местах уходят от колонны на 1,25 и туда наехали и там в уголках окна в основном снаружи вот такие вот странные маски они выполнены фактически в толще стены вы видите, что это стена камень просто вставляется специально в такой маргинальной зоне то ли видно то ли нет с далека видишь, когда из бинокра ты ничего не заберешь человек 13-го не забирал но мы видим, когда нам фотограф это приписано хорошо мы понимаем, что это рождение современной физиономики интереса к выражению человеческих страстей человеческих характеров души на поверхности человеческого тела прежде всего конечно в лице именно поэтому мне кажется, что истоки вот этого босковского психологизма следует искать именно в 13-м веке в открытии художественных того времени вот несение креста деталь внизу видите, такой человек в тюрбане то есть это на самом деле похоже на тюрбан по-нашему мы не знаем как тюрбан но вот этот штуковик это на самом деле ну знак тюрбана что он мавра поэтому я так и пишу что мавра они называются мавры мусульмане совершенно очевидно что исторически мало не могут участвовать в распятии но боскву важно показать человечество во всей своей красиво он участвует в истязании своего же бога да и мы видим тоже на примерах намного более ранних да прежде всего шахтов и вот этот тюрбан мы видим что этот тик мавра на самом деле существует в готической пластике и в нем есть опять же определенная карикатурность и гротесность уже тогда в классическом готическом мире подобная карикатурность вообще желание очернить чужое чтобы не свое да такое кривое зеркало чужого создать да оно вполне типично для средневекового искусства поэтому здесь будет несколько примеров из принятых латтеровских салтири сэра Джеффри Латтерова создан генеятельность произведения в первой половине 14 века вот продолжаем дальше еще одна сцена тоже такая из гранского цифра это так называемое коронование террором пенцовом который заканчивается как вы знаете с него собирали одежду отделили его в огрянец да то есть как бы как царя его нарядили и убили фестивальность и в конце концов надели все равно для художников это повод тоже поработать над самыми сложными композителями да и в то же время по-прежнему над физиогономическими типами да разные такие вот реакции и они с ним обращаются как вещники с животными они не боятся но сами они оказываются на грани животного знаете на эти усы здесь на эти усы здесь у них есть что-то кошачье в этих усах в этих усах дело в том, что после Средневековья эпоха Бойска у нас не допустим на самом деле Средневековье но от 13 века скажем так 12-13 веков после Средневековья у нас следовало такое странное представление от гибридности от переходности между человеком и животным это крайне понятно что вроде как у человека и смертная душа поэтому животное по определению неразумное твое божие но человек у него свои законы с одной стороны а с другой стороны мы видим в искусстве что искусство средневековое не боится показывать вот эту зверенность живущую внутри человека с самой разной целью иногда человеческое лицо проявляется из-за ментального мотива иногда то ли человек то ли звере являет собой морду зла где-то на заднем плане виндерга центрального портала Страсбурского собора то есть это представьте себе совершенно невероятные штуки никто этого не видел это только в музее сейчас может увидеть потому что это карты сделали Страсбурском музее и томники сказаний сейчас мы уже знаем когда я приехал туда аспирантов много лет назад ну я пошел смотри там прикольно смотрите там не вижу там пора сюда покажу там вот такая штука где он практически залез средний год человек этого не видел но ученый если я был ученый ученый то увидел но первого что-то смотреть не вернусь так как когда жив здесь это новый открытый памятник то есть его не видел еще не тот потому что он в женском монастыре но есть книга я тут значит переснял вот это вот изображение добродетелей любви в виде святого Петра на каритос в любви а внизу есть такой нейрон который изображает самолюбие если крупным пластом сделать это самый красивый памятник 13 века в Риме но он в женском монастыре куда пускают в мужчину три раза в год надо договариваться за радиом что он не забирает что-то сложно я никогда не даю мне пришел очень хочется увидеть в моей области видите у него остальные души таким растают он король ну точнее не убираем он король страдает от своего собственного самолюбия да очевидно страдает да а вот вот подбираем видите подбираем да не наступает любовь наступает на самолюбие то есть борьба доброте телескороками это что-то вполне естественное для средневекового мира вот и оно сохранилось вполне и дальше вот и то же время гранты переходят в искусство позднего средневековья но когда мы смотрим то что мы на простой языке назовем чудовище чудовище потому что не всякое чудовище 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 может быть даже чудовище и тогда такое доброе но если что вот здесь вот в этом замечательном готическом мастера ЕС здесь вообще подписан Мартин Шунгау на самом деле мастер ЕС из четырех таких крановальных фигур а здесь мы видим что человек как бы сливается с каким-то бараном куда как-то все притихает в мельницу там водичка вот как бы этот мир на самом деле мир ну он такой странный в нем человек только часть цепи бытия и наука на самом деле прокомментирует вот значит в первом трактате по физиологике написанным на земле и по западу говорится что согласно науки физиологики души следуют за тем как в людях так и в животных и души сами по себе они не страстны то есть они страдают так же как страдает тело в движениях да все время пока душа временно находится в этом теле да пока не умрут да и это выражается в разных эмоциях например когда человек например напился вином или отмывил страдать перегрузил ему или он переработал да или он заболел на тело следуется душа страдает вместе с телом а причина очень проста потому что тело и душа одинаково строения они вместе действуют и вместе страдают и надо знать следует знать что среди прочих животных нет более несчастного набита никакого у него нет украшения никого нет обношения не виднень его и только благодаря тому что животные изменят и помогают ему он может как-то существовать даже птицы дают свою перь поэтому смотрите вот лев вот свинья вот осел вот дракон вот медведь вот император вот монах вот вот странно да вообще это все персонажи встречаем в восках и наверное последовательность есть такой ряд из одновых членов возможен для человека поздно средневеков довольно гуляли с поставлением животных мы наверное что-то объясняем почему потому что много таких животных которых можно уподобить которые можно уподобить людей то есть мужчины и женщины похожи на них своими выходящими за рамки человеческого естества привычками которыми они подражают привычки в живот как слово море то есть буквально нрав да как это проявляется в которых себя ведут то есть люди ведут себя как зверь и таком и зверьем это научный текст того времени да наука это наука читать человеческую душу человеческий характер за его внешность понимаете и в этих четыре взаимных которые мы видим и в миниатюрах и в творческом творчестве наука это и есть своеобразная наука чтения за чтение чего-то глубинного каких-то глубинных болезней прежде всего человеческого естества за тем как они себя ведут и вот я бы сначала показал какие-то картины ну вот как туру картины сделанные крупным планом а под конец перехожу к теме картин которые бесполезны сейчас повторять потому что каждый из них заслуживает минимум двухчисловые лекции да это воз сена ну в общем так скажем рисуют вообще-то да или сад послаждения часть они здесь представлены мы попробуем опять же присмотреться к некоторым деталям да если мы закроем знаменитый эскуреальский рептик да их вообще два один вправду другой эскуреаль одинаковые вообще одинаковые и историки искусства по-прежнему скорее такой из них боссу принадлежит ну и вроде как говорят эскуреальские все-таки более совершенные и значит второй может быть историус тоже конечно большая все-таки здесь более не так шли представлены все эти идеи что перед нами ну может быть вы уже здесь читали знаете что боссов еще не убил естественно олегализировал да и сказания на тему библии и как он это делал вот берем какую-то послугу сюда ну например жизнь человеческая что у вас все надо каждый период оттуда ничего сможет я не воспроизведу конечно это на старом видерландском как вы понимаете идея такая она приводит на эффективную она кстати картина во французской википедии хорошо описана вообще она после каких-либо директорных славян естественно по-русски там даже по-английски славная статья об этой картина в целом по-английски и это не случайно понимаете даже он не укладывается на какие-то отдельные фрагменты мы видим это значит есть какой-то ввоз закрываем и в виде путника на дороге да вот у нас деревья подчеркиваю такой путь там вполне релессансно строится да у нас такие два репуссуара термины живописы репуссуара это то, что помогает нам войти в картину да и постичь эту позицию осмыслить эту позицию да но как бы уфа мы смотрим, что дальше спокойный такой пейзаж все хорошо только почти что в Индре такая репуссанция то есть пейзаж вообще не гованский я подчеркиваю что это итальянский пейзаж да госдиалоги так так и путник идет по дороге да собачки там за ним вот тут ну и здесь конечно какие-то гости черепа все как положено вот но человеков особо не было то есть вообще-то захлопнутый Алтай представляет собой такой отзвук зоолейского или итальянского искусства так почти что гармония да вот но в то же время будет какой-то странный вкус немножко да потому что человек в этом мире странен да эта идея вполне внимательная как это нравится помните Христос говорит что человек который расстроил себе замок все много а сыном человеческом не за голову да и апостолом говорит вот отрыхлите прахлите городу с ваших ног и уйду вас на слуны и поеду вот 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 и этот идеал человек как устранить в котором ищут спасение прежде всего спасение души спасение тела он конечно очень важен для формы благочестия выдававшего живого господа но и одновременно закрытый алтарь подсказывает как читать эту картину мы знаем здесь издалека по голым фигурам один четыре с евы ну и три дамы да творение ну там Господь в так сказать переводке не знаю в переводке в тяне такая тайная тяне такая как бы сидя жизни издалека а твари кто выдаст еву из про адам а потом понятно что здесь на трене познания израиля не так чтобы они тут живут вокруг этого сена которое мы все хотим урвать но прибыли тоже даже сено вроде как бы он делает свое дело вообще молодые довольные старались меня бежать да и они тоже такие все нормальные дела занимаются кто-то оказывается под колесами и воз этот тянут уже не чудики а чудовища да и тут мы видим что в этом мире нашем все папы там всякие разные там люди монахи они вдруг оказываются все нехорошие все плохие да все какие-то в лучшем случае маленькие вот здесь например вот этот вот император сейчас да так правильно мирак измельчен рядом с ним на белом коне папа лиц вообще-то еще католик да еще не доступил вот реформация то есть в 1530 году это будет нормально таким альцпавским рительством но если мы представим себе что эта картин вообще при дворе все католичества короля химона второго находится в дворе в 16 веке интересно как они на это смотрели на самом верху то есть вверху и у них такой здесь как это сказать внеплановый концерт на округе да вот значит молодой человек на любви подыгрывает девушке он то ли в девушку как бы в перил сенсором то ли в ноты кто-то ему там помогает ну а под эту музыку они там уже что-то такое не подрепствуют это вылезает вечное любопытство такое не не ангелы по примеру да а какая-то нечисть такая ну вот такая странная форма отверстия и значит там и павлиний хвост это символ эти песни символ бижонского на связи с точки бижонных кругов то есть хвосты такие да не спушил здесь и у него вообще шапка такая как-то немножко тоже напоминает эту самую павскую циарь и господа вот здесь птицы летают и сова летит она вот такую синхронную сова ну ты ее вместе не спутаешь и сова сами понимаете всегда символ такой как минимум нехороший да а Христос маленький и абсолютно один за этой семьи вот это очень важно для босса мотив что мы как бы мы забыли мы здесь мы здесь вот здесь а вот прямая перспектива она может символически соединить небо с землей но босса она наоборот разъединяет небо и земли он там мы его видим мы знаем где его искать но мы его не ищем да и поэтому мы будем оказывать ну тут я детали не даю вам так сказать вообще известно здесь вот ванны везде доставлены вот это все так сказать ну есть что он мальчишка и видел как сгорел его родной это самое сфер токенбосс да Вале Дюк это французская деревня это вообще не деревня у него прибор да довольно так очень активный богатый но сгорел представляете у нас сейчас сгорел перед нами конечно это впечатление впечатление но дело конечно не в этом а в том что он хотел за нас еще одна ошибка подходит к концу ну казалось бы бог это абсолютное благо абсолютное добро которое христилин не может смешивать со злом и в то же время она из больших загадок воском да вот ее можно видеть на нескольких таких циталях вот из салах расслаждения знаменитого да из права да но в реальности ну чуть легче над экраном то есть это вообще ну чуть легче над экраном да вот он здесь в открытом виде да вы а вот в открытом виде ну вот поднимите и он похожий а это ну это два разных это только что виден да вот с да а это похожий сюжет тоже да створение мира и садонаслаждение садонаслаждение даже на красавице вообще непонятно кому это ничего что-то хотел сказать да это бесполезно то есть как-то знанно потому что он хочет понять но не ждите апельсии не от кого здесь значит Господь творит а там спит как ему положено пока он спит чтобы не понял анастезии да если тот или он из бока из подвижного ребра из нижнего да он двигается не случайно двигается мы можем выиграть ничего двигается его водовета за Адама ну и дальше мы все знаем одновременно с этим мы видим здесь какой-то непонятный мальчик такой злая материя какая-то масса одновременно уже полкая такая практически полкая у них все режущие колющие и Господь здесь он же содержит в такой своей пославе вот облака совершенно такие упорочные облака вообще-то там ангелы белые ангелы прогоняют эту всякую нечисть мы видим как ангелы постепенно сквозь облака выскакивают и превращаются в этих самых гагов самых разных многолапых иногда крылапых в этих планет которые скорее птицы в общем нечисть и нежность которая сюда на землю падает вот она на землю падает кто-то в воду упал кто-то в лес упал в воду в лес упал да и в результате получается что Бог вот так вот если зрительно он на то время твое добро и зло понимаете они вроде бы в раю вроде бы в раю но тогда это что это что я не знаю вот у нас еще один рай райский сад где все это происходит по версиям некоторых газов после средней пыли а там селы были в районе более 7 часов начинали с фоластической вывки такая как будто он со свечки стоял конкретно совершенно гонорий августернодорский такой был большой театр двенадцатого по мне на другом глазу пишут что там все было все классно но они были там 8 часов то есть не успели они друг на друга смотреть сразу захотелось его познание доброе зла вот его быстро там не вышли его это мы все знаем боск который кстати мог читать в соответствии с сочинениях гонорий августернодорского как будто что-то проинвестрируется и не что-то получается во втором великому произведению скорее всего за наслаждение будучи более сложным как босковским все-таки написан после этого стога да боса здесь мы видим источник жизни такой да фон после этого то есть источник жизни и смерти мы видим древо такое красивое все-таки такое древо на нем насколько как бы нет знаний еще Господь здесь да но в библии мне отвечает на один очень важный вопрос а когда родился дьявол откуда он взялся только в апокалипсисе в одном лице подпись на нем что до начала времен ангелы Господи сражались с Люцифером да то есть со светлейшим из ангелов да Люцифер был генерал в всех случаях самая яркая звезда монетами да и они бали и он со собой десятый участок его увлеклись когда он творит во благости своего человека и жену ему чтобы они жили и размножались одновременно уже в ВТМ мог бы проникнуть зло и видимо вот это и изображает то здесь символически соединяем вечность и время мир творится во время и время как мы видим начинается со зла и заканчивается заканчивается искуплением зла мы человечество сами творимся да потому что с отца их наслаждения мы тоже увидим что что-то творится да как говорится все но это то же самое и потом страшный суд значит как говорят здесь не может быть иначе но главное что вот здесь надо в этой сцене он такая как бы необычная бог он изображен скульптурами монументально и он здесь как любви но по версии он голубоглаз у него голубые глаза есть парадик совершенно потому что он там маленький но у него есть голубой элемент синтемент и вспоминается известная по тому же моему поколению или старшему песня Марина Федоровна Глубоглазый мой господи мой боже Глубоглазый мой я не знаю я не проверял у Глубоглазого у него тоже голубоглазый как бы голубые глаза они же есть абсолютно добро он действительно он абсолютно не такой как все а там с Евой уже сложнее да ведь он касается его лизы одеяния цветово-розового да это же ну ничего случайного большого почему его касается их контакт непосредственный Бог соединяет Еву и Адам но Ева сейчас упадет а почему она упадет у нас зречный вопрос возникает почему она не стоит человеческая да пока Бог ее держит она не падает но как только он ее отпустит вы знаете что произойдет и может быть здесь ну ладно оно вообще не только что пришло в голову но одно из объяснений вообще всей этой сцены да откуда взялись эти чудаки уже здесь Господь не мог создать одну тварь на съедение другой по идее да потому что этот процесс хищнический да он как бы у него кладется в голове почему одни пожирают других а почему люди убивают да ну вопросы такие настоящие как бы почему битье он плачет и ответа нет потому что человек говорит что есть как бы вот у них все хорошо и уже здесь у вас есть уже какие-то вот эти все гибридные формы понимаете кто они все эти вот это только он кто мутонос что ли такой что за книгу он считает да это одно существо или это два существа мы видим что здесь вода под водой это пакст она тоже такого размера это совершенно не национальность да вот это тоже величие плоскошки он остается монументальным даже в самых таких вот казалось бы мелких своих формах малого формата но он может при этом вполне жирафа срисовать с имеющей негуряркостью с временем книги очень явно донкон силы дистриционные дизельные которые сейчас повторяются совершенно очевидно что босс списал вот этот донкон по-своему реалистичен да и босс он тоже как бы религий натурмалист да но мы должны понимать что никогда матура не является самоцелью да натура то есть природа то что мы видим прионер да он всегда для него повод сказать нечто намного более важное да иначе он не был бы не был бы дочек да вот она вот здесь вот такая вот нечесть и здесь такая бут вроде как бы собачки типа пикиназчика или такси с лобухой но почему-то на двух лапах измерять душканичку помесь кенгуру помесь кенгуру помесь кенгуру помесь кенгуру душе кенгуру я это так сказал вот значит измерять ну и в качестве последней иллюстрации такая вот возвращаясь туда опять же к классическому средневекове очень важно для босса и для для верующих христилина как бы делиться в абсолютное добро от абсолютно зла и там где нам кажется что Бог творит зло он на самом деле является своего всемогущества и в качестве иллюстрации такой ну малый известный документ из российской пациональной мемплиотеки в Санкт-Петербурге в труппице в 13-м уже не видел но остался в памяти опубликован не вышла как это название кредо Жан-Пель это для святого который в крестном походе написал для крестоносцев в середине 13-го века такой коментарий на символ веры но символ веры не на бандероле такая нафиз кредо и део патермо непотенте креатуре церетте то есть вера в Бога отца в святей жителей и все и это тот же разворот как я вам показывал потому что разворачиваешь это такая картина начало истории творения начало вообще долгу христианской прежде всего я верю в то что он отец и он всемогущий жуан-би человек вообще здраво-светский настоящий древущий но если это не клиник он поясняет на старт франшистского зрителя поясняет в чем величие творца в том что еще до начала сотворения мира он повезил зло и там где мы видим остро вот это всепобеждающее бездесущее зло вот 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 здесь вот все чучки да это на самом деле для него парадоксальным образом доказательство благости бога да он его как выгораживает и поэтому наверное все искусство на самом деле теодицея то есть прология божество правданий божества. А вторым шатман всеблагов уже Бога, здесь он в короне такой небесный император со скипетром, он все-таки в Франции XIV века, то есть XIII века сначала, XIV века, думаю, все-таки в конце XIII века, а скипетр, там ручка такая была на франции, и ангелы ему переносят венцы, они как бы его мечают с фарстма, а вторым шатман уже без короны, но в той же одежде, как и зонт творит, а там и ем, а там и ем, и в последствии такой скипет, то есть, конечно, это совершенно другой, вроде бы, художник язык, но мы должны понимать, что в госх все-таки творит совершенно новое в свое время искусство, но последнее, от чего я бы директивно предостерег, я ему все не навязан, с его точки зрения, вот, ему вполне на горизонтный выставитель вставлять, потому что старый-старый приятель Сережа Никитин будет рассказывать здесь 4 недели, я так понимаю, да, это тоже вполне время можно и с кинематографом срам, да, потому что был госхон только на все времена, да, но если мы хотим какой-то исторический взгляд бросить на ее искусство, мы не должны понавязывать в другую, как можно сказать, такой клюрализм унии, что ли, да, клюрализм душевный, про который европейская культура выработала во многих его временем, но все-таки уже в совершенно новое время, вопрос человеческий.